Добрый день, меня зовут Сергей. Мы с вами находимся на канале Яковлевой Ольги, мастера перманентного макияжа из города Санкт-Петербурга. Как Ольга и обещала, мы записываем второе видео касательно удобства регистрации самозанятого гражданина, то есть платильщика налога на профессиональный доход. В этом видео мы рассмотрим регистрацию через приложение Сбербанк Онлайн. Данное видео мы записываем в начале февраля 2020 года. В это время зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через два приложения. Приложение Мой налог и Сбербанк Онлайн. Оба эти приложения можно скачать либо в Google Play, либо в Apple Store, в зависимости от того, каким устройством вы пользуетесь. Сразу скажу, почему мы выбрали Сбербанк Онлайн. Даже странно это объяснять, но попробуем. Когда к вам пришел клиент, и так оказалось, что у клиента нет наличных денег, клиент хочет с вами расплатиться, привезти вам деньги. Привезти вам деньги по номеру телефона, по номеру карты. Преобладающее число клиентов связывается приложением Сбербанк Онлайн. У большей части людей в России карты Сбербанка. Это удобно, это практично. Приложение Сбербанк Онлайн достаточно удобное. Оно активизированное, и даже те люди, кто достаточно плохо владеют телефонами, компьютерами, достаточно просто разбираются в приложении Сбербанк. Помимо этого, Сбербанк Онлайн при регистрации через свое приложение, в качестве самозанятого, предоставляет еще бесплатно 7 сервисов для самозанятых. Давайте их быстренько рассмотрим, а потом перейдем с вами непосредственно к регистрации. Мы вместе с вами нажмем все кнопки, зарегистрируемся, даже попробуем пробить чек. Первый бесплатный сервис, который предлагает Сбербанк, он готов выпустить совершенно бесплатно, с бесплатным обслуживанием для вас цифровую карту. Это карта Visa на сегодняшний день. То есть Сбербанк в приложении создает вам виртуальную карту. У нее есть свой номер, вы с ней можете оплачивать вещи в интернете. Чем удобна карта? Любые переводы денежных средств на эту карту, какого-либо из людей, из клиентов, автоматически формируют онлайн чек, который вы предоставляете своему клиенту. То есть вам не нужно повторно пробивать чек. И это четко разделяет ваши финансы, ваши личные деньги, деньги, которые вам готовы перевезти родители, друзья, близкие. Они находятся на вашей личной карте. А эта карта напрямую связана с вашей деятельностью в качестве плательщика налога на профессиональный доход. На мой взгляд, это достаточно удобно. Вы на эту карту получили оплату от клиента. У вас сформировался онлайн чек. Вы выдали этот онлайн чек клиенту. У вас произошла сделка. Все законно, все красиво, все удобно. Если вы захотите с этой карты забрать деньги, так как она виртуальная, вы просто с нее переведете свои денежные средства на свою классическую карту и сможете легко снять. Удобно? Безусловно, удобно. Второй бесплатный сервис – это формирование онлайн чеков. Сложно сказать, что это приятный бесплатный сервис, потому что приложение «Мой налог» также формирует онлайн чеки. Это обязательно условие работы в качестве самозанятого. Ну, допустим, ладно, Сбербанк сказал, что это бесплатный сервис. Удобно, удобно. Поехали дальше. Онлайн запись клиентов. Это второй сервис. Третий – конструктор сайтов. Я в них углубляться не буду. Вы зарегистрируетесь. Если захотите, сами покопайтесь, разбирайтесь. Пятый у нас сервис – это обучающая платформа. Она достаточно интересная для молодых, для работающих мастеров. Там есть всякие бизнес-тренинги, онлайн-площадка юридической консультации. Разнообразные плюшки. Вам нужно самим сесть, посмотреть. Ну, это достаточно такой приятный бонус для тех, кто любит самообразовываться онлайн. Это полезно, на мой взгляд. Дальше у нас шестой сервис – это бесплатная, кстати говоря, консультация юриста. В сервисе личный юрист. Но здесь тоже есть ограничения. Нам доступны три бесплатных устных консультации. Ну, на мой взгляд, когда вам предлагают такой бонус, бесплатно, почему нет? Это достаточно полезно, если вы в чем-то не разбираетесь и хотите получить консультацию специалиста. Седьмой сервис, он, наверное, такой же непонятный, как и в формировании онлайн-чеков – это удобная оплата налога через приложение «Сбербанк онлайн». То есть, когда вы ввели свою деятельность, до 12-го числа следующего месяца вы получили счет на оплату, до 25-го должны оплатить. В приложении «Сбербанк» там будет кнопочка «Оплатить», все очень удобно. Но, насколько мне известно, в приложении «Мой налог» сервис аналогичен. Ну, да бог с ним. Все достаточно прикольно. Именно за это мы выбрали «Сбербанк онлайн». Не, как вам правильно сказать, они предлагают оптимизированную площадку. Все просто, все удобно, все кликабельно. Выбор остается за вами. Вы можете пользоваться «Сбербанк онлайном», вы можете пользоваться «Мой налог». Мы выбираем «Сбербанк онлайн». Давайте перейдем с вами теперь к регистрации. Посмотрим, как это все происходит. Друзья, переходим непосредственно к регистрации через приложение. В данном видео мы используем яблочную продукцию шестой модели. Достаточно старенький телефон, поэтому все будет не очень быстро. Но попробуем. Так, «Сбербанк». Заходим. Вводим пароль для входа. Попадаем на главную страницу «Сбербанка». Переходим в раздел «Платежи». В данном разделе мы покручиваем в самый низ. Попадаем на раздел «Госуслуги». Здесь есть кнопочка «Свое дело». Как мы видим, оповещение «Госуслуги» скоро переедет в раздел «Каталог». Каталог у нас находится справа внизу. То есть сегодня, начало февраля 2020 года, регистрация, кнопка «Свое дело» находится в разделе «Платежи». Но информация от них скоро переедет в каталог. Он находится справа внизу. Давайте попробуем зарегистрироваться. Сделайте свою деятельность официальной, без регистрации «П» и «Юрлица». Подключите свое дело. Подключаем сервис. Нам сразу же выдает, что у нас нет подходящей карты. Это то, о чем я рассказывал ранее. Давайте оформим карту. Оформление новой карты. Продолжить. Дебетовая карта. Большие бонусы. Пенсионная, цифровая, «Сбербанк Тревел», «Волотая», «Классическая», «Цифровая». Нам нужна с вами цифровая карта, она бесплатная, обслуженная в год бесплатная полностью. Выбираем. Обслуженная в год бесплатно, рубли, виза. Замечательно. Подолжить. Уведомление можно подключить. 60 рублей в месяц. Не вижу в этом смысла, поэтому подключаем только бесплатные смс-пароли. Номер телефона наш указан. Либо вы можете изменить, если вы используете другой номер телефона. Подолжить. Цифровая, бесплатная, смс, оформляем карту. Заявка принята. Цифровая, дождитесь смс. Воспользуйтесь картой. После получения смс-потивации. Уважаемый клиент, карта. Так, замечательно. Мобильный банк. Уведомление. Карту мы сделали виртуальную. Теперь мы с вами принудительно закроем Сбербанк онлайн. И пойдем по второму. Войдем по второму. Вводим пароль. Зашли. Карты. Вот у нас с вами теперь три карты. До этого у меня в приложении было две карты. И вот одна карта. Новая Visa Digital. Если вы захотите узнать реквизиты карты, информация о карте. Заходим в этот раздел. Здесь можно нажать на глазик справа. Номер карты. Код безопасности. Код безопасности нам потребуется, если вы захотите в интернете, чтобы оплатить с этой карты. А номер карты потребуется передавать клиенту, чтобы он переводил оплату за услугу по номеру этой карты. То есть, как вы помните, я говорил, что если деньги поступят на эту карту, привязанную непосредственно к самозанятому, то автоматически на эту сумму будет формироваться чек. Продолжим регистрацию. Уходим на главную страницу. Платежи. Платежи. Вниз. Свое дело. Так. Подключить сервис. Подключаем сервис. Теперь не выдает информации касательно необходимости карты. Карта для дохода. Выбираем Visa Digital. Номер телефона. Вводим ваш номер телефона, к которому вы будете регистрироваться как плательщик налога на профессиональный доход. Регион деятельности мы выбираем. Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Выбираю Санкт-Петербург. Вид деятельности. Видов деятельности огромное множество. Вы можете долистать все. Ознакомиться. Почитать. Ну, благопед, маникюр, педикюр, массажист, модель, няня. Вариантов много. В самом низу, если я не ошибаюсь, если вы не нашли своего вида деятельности, есть такая кнопочка «Другие услуги». Так, ну, выберем наш. Я в данном случае при регистрации через приложение Сбербанк онлайн для мастера перманентного макияжа на сегодняшний день выбираю галочку «Тату и пирсинг», потому что именно мастера перманента в этом приложении нет. Ну, «Тату и пирсинг» нам подходит по аналогии. Выбрали, сохраняем. Так, карта выбрана, телефон указан, регион указан, вид деятельности указан. Нажимаем «Продолжить». Общее положение на обработку персональных данных, формирование чека. Ставим «Я согласен». Продолжаем. «Подключить». Нам должно сейчас прийти уведомление, что в течение пяти дней наша заявка будет рассмотрена налоговой, и нам придет смс-уведомление о том, что мы зарегистрированы. Все, заявка отправлена. Подключение сервиса – свое дело. Но пять дней мы не ждем. Прошло ровно секунд десять, и нас поздравляет сервис «Мой налог». Мы стали платежником налога на профессиональный доход. Если вы со мной прошли по всем этим этапам и тоже зарегистрировались, то примите мои поздравления. Так, переходим мы обратно в приложение «Сбербанк онлайн». Вернуться на главную страничку. Платежи. Платежи – свое дело. Так, приложение не обновилось. Сейчас надо принудительно его закрыть. Мы его закрыли, и зайдем по вторым. Вводим пароль. Вводим пароль. Ввели пароль. Платежи. Своё дело. Вот, мы перешли непосредственно во вкладку сервиса «Свое дело». В данном сервисе мы можем отключить сервис. Общая информация. Узнать подробнее. Инструкция, грубо говоря. Список чеков, чеки, которые мы создали. Создали. И создать чек. Попробуем создать чек. На нашем примере мы должны выбрать, кто наш клиент. Физическое лицо, либо юридическое лицо, как вариант, индивидуальный предприниматель. Как вы помните, с физических лиц мы должны платить 4%, с юридических лиц 6%. Думаю, физическое лицо. Так мы работаем с клиентами, живыми людьми. Введите сумму чека. Физическое лицо. Давайте вводим сумму чека, протестируем, допустим, на 10 рублей. 5 февраля сегодня. 20-20 год. 20 часов 17 минут. То есть мы указываем то время, когда с вами произошел расчет за услугу. Указываем данное время, то есть чек должен формироваться сразу. Вы получаете расчет и формируете чек, который впоследствии передаете вашему клиенту, вашему покупателю, покупателю вашей услуги. Задолжите. Все достаточно небыстро, но я думаю, это связано со скоростью нового интернета. Подтверждение данных. Физическое лицо. Сумма чека 10 рублей. Создание даты платежа. Создать чек. Чек создан. Замечательно. Сразу приходит смс, что ваш доход успешно зарегистрирован в Федеральной налоговой службе. Ссылка на чек. Отправить чек, допустим, мы формируем чек. Мы можем отправить его в виде сообщения вашему клиенту по номеру телефона ВКонтакте, на почте, вибор, ватсап, телеграм, вариантов УНО. Вы можете отправить на электронную почту, с электронной почты распечатать и также отдать клиенту. То есть проблем никаких нет. Все замечательно. Вернуться на главный экран. Замечательно. Платежи. Своё дело. Список чеков. Вот у нас видно, что 5 февраля был пробит чек на 10 рублей. Замечательно. Друзья, продолжим наше исследование приложений для самозанятых. Теперь попробуем приложение «Мой налог». После регистрации и пробития чеков в Сбербанке. «Мой налог». Я его открываю первый раз, так что мы будем с вами методом тыка исследовать данное приложение. Добро пожаловать. Нажимаем «Далее». Согласен обработку персональных данных. Правила. Да, да. Согласен. Так. Предлагают нам регистрацию по паспорту через личный кабинет физлица, через портал госуслуги. Я уже зарегистрирован. Если вы помните, мы только что с вами прошли регистрацию. Так. Здесь нужно ввести номер телефона, по которому вы, либо я регистрировался. Далее. Так. Введите код проверки. Замечательно. Код проверки нам пришел. Ввели код. Далее. Давайте попробуем придумать пин-код. Давайте 1, 2, 5, 8. Не используйте такой простой, но я в экспериментальных целях. Так. Отпечаток пальца. Ну, как хотите. Я пропускаю. Так. Когда мы первый раз заходим в приложение «Мой налог», здесь есть много полезной информации, инструкции, как пользоваться. Но я думаю, вы это изучите сами самостоятельно. Так. Закрываем это. Смотрим. Как замечательно. Мы с вами пару минут назад пробивали чек на услугу в 10 рублей в Сбербанк онлайне. И как видите, что в приложении «Мой налог», когда мы зашли по номеру телефона, мы уже видим эти 10 рублей. И чуть ниже 10 рублей мы видим предварительный налог 30 копеек. Объясню, почему 30 копеек. Смотрите. Мы с вами совершили работу на 10 рублей. Мы должны, так как работали с физлицами, заплатить 4%. 4%. 4% это 40 копеек. Но нам государство предоставляет вычет в размере 10 тысяч рублей. Пока мы не исчерпаем эту сумму, мы будем платить не 4%, а 3. То есть 1% государство нам дарит, компенсирует в пределах 10 тысяч, пока эта сумма не исчерпается. Поэтому первая предварительная налога составляет 30 копеек. В будущем это будет ровно 4%, когда вы исчерпаете 10 тысяч рублей. Приложение, как вы видите, стандартное, классическое. Это хорошо, потому что люди, кто плохо пользуются телефонами, будет легко разобраться. У нас главное – операции, налоги, статистика. Замечательно. Операции, все операции. Я думаю, вы лично зайдете, сами потыркаете. Если у вас появятся какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я постараюсь максимально всем ответить и помочь. Ну, я не думаю, что будет много вопросов, потому что приложение действительно простое. Так, давайте мы теперь с вами закроем приложение «Мой налог» принудительно. И зайдем в Сбербанк, чтобы отметить чек, который пробили. Делаю первый раз. Делаем вместе с вами в тестовом режиме. Так, заходим в Сбербанк. Переходим в раздел «Платежи». В раздел «Платежи». В самый низ. Своё дело. Список чеков. Так, мы с вами пробивали один чек. Я, честно скажу, пробил один в тестовом режиме и отменил. Отозвал. Открываем наш чек, который мы вместе с вами пробили. Отозвать. Ошибочный перевод возрастает. Нажимаем «Возврат средств». Так, подтверждение. Отозвать. Всё. Чек отозваем. Данные чеки аннулированы. От налоговой службы получено подтверждение операции. Замечательно. То есть, чек мы отменили. Если мы закроем приложение «Сбербанк онлайн», зайдём обратно в «Мой налог», мы теоретически с вами должны увидеть ноль. Не 10 рублей, а ноль, потому что 10 рублей мы отменили. Да, всё правильно, ноль. Быстро, конечно, работают два этих приложения. Там пробило, а здесь уже ничего нет. В общих чертах так выглядит регистрация через приложение «Сбербанк онлайн». Если вы решите регистрироваться, лично я бы, наверное, сначала бы оба приложения. Лично я зарегистрировался через «Сбербанк». Но второе приложение «Мой налог» я держу, проверяю, чтобы суммы сходились. Ну, удобно, надёжно. В общих чертах данное видео подошло к концу. Напоминаю, что если есть вопросы, пишите в комментариях. Постараемся всем ответить. Будем рады, если подпишетесь на наш канал. И, конечно, оставляйте лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»